Самый главный вопрос лета это, наверное, как правильно обновлять SPF крем, особенно если вы любите носить макияж. Так что сегодня я как раз об этом расскажу, поделюсь своими схемами, правилами и в целом расскажу, как правильно сочетать солнцезащитные средства и макияж. Будет много полезной информации, так что оставайтесь со мной. Всем большой привет, я рада снова смотреть на своем канале, здесь я с вами делюсь научной стороной красоты, рассказываю о различных ингредиентах, средствах, исследованиях, иногда рассказываю еще о макияже. Так что если это ваши темы, то я приглашаю вас с удовольствием подписаться на мой канал. Сегодня мы говорим об SPF, защите и макияже. Такие две вещи, наверное, о которых я чаще всего получаю вопросы. Если вы помните, в прошлом году я делала отдельное видео, посвященное SPF защите, там я больше рассказывала о том, что такое физические и химические фильтры, такая база, поэтому если вы его еще не видели, то обязательно сначала посмотрите его. Но сегодня я буду больше говорить о том, как правильно носить и использовать SPF и макияж. Для начала скажу, что в своем уходе я все-таки предпочитаю смесь и химических, и физических фильтров. Они работают немножко по-разному, и мне нравится, что, например, химические фильтры все-таки немножко лучше защищают от ультрафиолетовых лучей типа А, как раз-таки, которые вызывают фотостарение. Но, к сожалению, не все производители любят в своих средствах использовать два этих фильтра одновременно, поэтому у меня есть также средства отдельные с химическими фильтрами и отдельные с физическими. Сами средства я покажу чуть позже и расскажу, чем они мне нравятся. Итак, давайте представим, что вы уже нашли ваш идеальный солнцезащитный крем, который вас полностью устраивает. На самом деле это очень важно, потому что если вам не будет нравиться средство, то вы будете просто избегать его использования каждый день. Таким образом, просто жертвуя своей кожей, не защищая ее от солнца. Поэтому первый важный главный этап – это найти солнцезащитный крем, который вам подходит. После этого, конечно, стоит вопрос, на каком этапе нужно использовать солнцезащитный крем в уходе. И здесь вопрос однозначный. Его рекомендуют 100% использовать именно как последний этап ухода. Для того, что последние исследования показывают, что если вы сверх вашего SPF крема будете наносить какой-то увлажняющий крем, который чаще всего содержит масла, то эффективность вашего солнцезащитного крема будет падать на 20% в среднем. Это действительно очень высокое число, мы, конечно, этого не хотим, поэтому SPF крем должен быть последним этапом. Здесь нужно сказать, что до SPF крема вы можете, в принципе, наносить любое средство. Конечно же, желательно это что-то с витамином С, с антиоксидантами, либо увлажняющий крем, но по мере необходимости. У меня кожа комбинированная, склонная к жирности, поэтому мне нет необходимости до SPF крема еще использовать какой-то другой крем. Итак, после того, как вы нанесли ваш солнцезащитный крем, очень важно дать ему хорошенько высохнуть. Дело в том, что и химические, и физические фильтры в SPF кремах, они работают как такой защитный щит на нашей коже. И этому щиту нужно дать возможность правильно распределиться и схватиться. Ученые говорят, что вам нужно в среднем как минимум 8 минут, во всяком случае так говорят последние исследования, для того, чтобы как раз-таки он хорошо впитался. И после этого его будет гораздо тяжелее сдвинуть или нарушить этот защитный барьер. Здесь я хотела бы вам также напомнить, какое все-таки количество SPF крема нужно использовать в уходе. Итак, если вы хотите, что ваша SPF защита соответствовала тому, что указано на упаковке, предположим 30, 40, 50, 60 и так далее, вам нужно в среднем наносить 2 мг на квадратный сантиметр лица. Я знаю, что звучит очень сложно, я все посчитала, в среднем женское лицо около 300 до 550 где-то квадратных сантиметров. Поэтому если все сделают расчеты, получается, что нам в среднем нужно 1 четвертая чайной ложки сонозащитного средства. Это касается именно зоны лица, поэтому если вы наносите на шею, на зону декольте, то нужно еще к этому добавлять. 1 четвертая чайной ложки, это конечно же немало, но все-таки это не целая чайная ложка, поэтому это вполне можно наносить в течение дня. И при этом, если у вашего сонозащитного крема есть еще уходовая часть, то вы еще будете при этом увлажнять кожу и ухаживать за ней. Итак, после того, как вы нанесли ваш тональный крем, дали правильно ему высохнуть как минимум 8 минут, и после этого хотите начать наносить тональный крем. Должно сказать, что здесь, в принципе, вы можете наносить какой-то праймер, нет каких-то ограничений. Есть ограничения в том, вернее, такие пожелания, рекомендации, как нужно наносить ваш тональный крем. Основная идея в том, что поскольку сонозащитный крем ложится пленкой, самые опасные моменты, когда вы можете его сдвигать, то есть тогда образуются дыры в вашей защите. Поэтому важнее всего наносить ваш тональный крем именно такими похлопывающими и вдавливающими движениями. Здесь можно использовать, в принципе, любую кисточку для макияжа, но при этом не растирать, не размазывать ваш тональный крем по лицу, а таким образом просто вдавливать похлопывающими движениями. Также можно использовать, в принципе, и спонж, потому что спонж, он как раз-таки так и работает. Когда я наношу спонжем тональный крем, я больше тональный крем вдавливаю, чем растираю. Раньше у меня были сомнения о том, можно ли использовать вот такой вот влажный спонж, когда мы наносим сонозащитный крем, потому что чаще всего сонозащитные крема для лица, они не водостойкие. Но на самом деле влаги здесь в таком вот слегка влажном, опять же, спонже, ее мало, поэтому она практически не будет воздействовать на спф-защиту. Еще один очень частый вопрос, может ли спф-защита в вашем тональном креме заменить основную спф-крем, например. Конечно же нет, просто дело в том, что мы никогда не нанесем необходимого количества этого тонального крема на лицо. 1,4 чайной ложки для крема выглядит вполне реально, а вот для тонального крема это достаточно много. Поэтому если у вас есть тональный крем, в котором есть 15, 20 или даже 25 спф-защита, то это здорово, это такой дополнительный, что ли, запасной парашют. Если в каких-то местах вы, может быть, пока наносили, сдвинули ваш основной спф-крем, то тональные средства будут просто дополнительно защищать. При этом очень важно учитывать, какие спф-фильтры находятся в ваших средствах. То есть, если, например, в вашем основном креме есть только физические фильтры, а в тональном креме, например, химические, то ученые не очень рекомендуют их смешивать, потому что не будет очень понятно, как они друг с другом взаимодействуют. Это, конечно, не то, что категорически запрещено, это можно делать, но тем не менее, если вы хотите 100% железобетонную себе сделать гарантию защиты от солнца, то просто смешивайте фильтры с похожими составами. Это также относится к тем моментам, когда вы хотите смешать несколько спф-средств. Например, если у вас есть биби-крем от одного производителя в двух разных оттенках. Здесь проблем никаких не должно возникнуть, потому что они используют один состав и одни фильтры. С другой стороны, если эти два средства совершенно разными составами, используют разные физические и химические фильтры, то есть вероятность, что эти фильтры просто друг с другом не подружатся. Поэтому, если вы хотите 100% гарантировать того, что ваш спф-крем будет работать, смотрите на фильтр, который в нем находится, и сочетайте только те, которые похожи по составу. Давайте теперь ответим на главный вопрос, как же все-таки нужно и можно обновлять спф-крем в течение дня. И в первую очередь здесь нужно понять, зачем нам это делать? Что происходит такое с спф-кремом, что его нужно обновлять? Я сейчас говорю именно о городском лете, не когда мы с вами вводим на пляж и купаемся, и естественным образом спф может смываться. А именно в городе, то есть когда вы наносите его утром и уходите на работу. Дело в том, что вопреки очень многим представлениям и мифам, фильтры в наших спф-кремах, они практически не разрушаются сами. Так было раньше, что 50 лет назад, когда спф-фильтры были достаточно слабые, разработки только начинались в этой области, в то время они действительно были очень подвержены как раз-таки солнцу. То есть от воздействия солнца они саморазрушались. Сейчас ситуация совершенно другая, и в принципе 90% фильтров, которые сейчас используются в средствах, они стабильны. Поэтому единственными причинами, почему на самом деле нужно обновлять спф в течение дня в городе, это непосредственно механическое воздействие, когда мы с вами можем как-то посидеть, прикоснуться к лицу, то есть сдвинуть нашу спф-защиту, либо тогда, когда мы вспотели и произошло именно разрушение за счет воды. Сейчас на рынке есть два основных типа продуктов, которые позволяют нам обновлять наш спф в течение дня. Это в первую очередь пудра с спф и также спреи. Согласно последним исследованиям, ни то, ни другое не будет 100% защищать и восполнять вашу спф-защиту. Это опять же возвращаемся к тому, что основная спф-защита, которая в течение дня 100% не исчезает, это ваш спф-крем, который вы наносите утром. Поэтому и пудра, и спреи существуют для того, чтобы слегка просто возобновить его. То есть не нанести, если у вас до этого не было какого-то спф-средства защитного, а именно закрыть какие-то возможные дыры в вашей спф-защите. К тому же исследование показывает, что ни пудры, ни спреи, они не наносятся равномерно на лицо и даже могут быть в том числе опасны для нашего организма. Потому что частицы вот этих солнцезащитных средств, они настолько мелкие, что мы их просто элементарно можем вдохнуть. Поэтому даже многие спреи рекомендую перед нанесением сначала побрызгать на руку и потом наносить на лицо. Но таким образом можно стереть весь макияж, поэтому для меня лично спрей это не первое такое средство для обновления макияжа. Если вы ищете что-то такое, то лучше все-таки обратить внимание на пудру. Схемы нанесения и обновления спф-средств, которые использую я в своем уходе, напрямую зависят от того, какое количество времени я буду проводить в данный день на открытом солнце. То есть если я знаю, что в этот день я буду находиться под открытым солнцем, час или два играть в теннис или какие-то другие делать активности на природе, то я в первую очередь минимум наношу макияжа утром. Либо вообще без макияжа, либо какой-то очень тонкий слой базы, действительно макияж. Чтобы потом, перед тем, как мне необходимо будет провести продолжительное время на солнце, я могла нанести плотный, хороший солнцезащитный крем. В тех же случаях, когда я знаю, что я большую часть дня буду находиться, скажем, дома, но тем не менее буду все-таки выходить на солнце на какой-то небольшой промежуток времени, конечно же, утром я также наношу SPF-крем, и после этого непосредственно перед выходом могу пройти слегка пудрой. Но поскольку я сейчас работаю из дома, то большую часть дня я провожу именно в помещении. Поэтому я иногда наношу SPF-крем утром, а иногда вообще не наношу, когда знаю, что я просто из дома сегодня выходить не буду. Как вы видите, все очень сильно зависит от вашего распорядка дня, от того, сколько времени вы будете проводить на активном солнце. Я поэтому рекомендую держать всегда в сумке какую-нибудь небольшую такую пудру SPF, для того, чтобы если вы вдруг появились и хотите все-таки защищать себя от солнца, вы ее смогли так быстренько нанести. Кстати, очень важный момент, о котором многие забывают. Если вы сидите в офисе, на вас хотя бы половину дня падает непосредственно на лицо солнце, то очень важно защищать кожу, потому что стекла, к сожалению, защищают только от ультрафиолетовых лучей типа B, то есть чтобы у вас не происходил ожог. Но тем не менее, ультрафиолетовые лучи типа A, которые вызывают фотостарение, они проникают, и они находятся в вашей коже, и таким образом вы на самом деле только ускоряете процесс старения. Теперь то, что вы очень ждали, покажу вам любимый SPF-крема. В первую очередь, конечно же, мой любимый солнцезащитный крем от Apium. Много раз его показывала. Называется он Madagasasite Sun Cream. Здесь SPF-защита 39, PA++. Это идеальный крем, на мой взгляд, который имеет именно ухаживающий компонент, он успокаивает кожу, и при этом 39 это вполне такой хороший фактор защиты на каждый день. Здесь именно физические фильтры. Мне очень нравится тем, что он кожу делает более мягкой, он ее питает, при этом он не забивается в поры и очень хорошо защищает от солнца. В общем, это мой, наверное, фаворит на последние несколько лет. Благодаря многочисленным рекомендациям я также попробовала вот этот SPF-крем. Здесь тоже именно физический фильтр. Это тоже корейский бренд. Этот бренд называется Etchid House. И здесь солнцезащитный крем, в котором SPF 50+, и 3 плюсика, PA++++. То есть он немножко мощнее, чем предыдущий, но он имеет совершенно другую текстуру. Этот SPF-крем, в отличие от предыдущего, является таким флюидом. У него действительно очень легкая текстура. Он замечательно распределяется и не оставляет такого белого оттенка на коже. Но, должно сказать, большое но, он невероятно сильно сушит кожу. То есть он ложится настолько таким матовым покрытием, что если у вас сухая кожа, то прям однозначно даже не пробуйте его, вам он не понравится. Если у вас комбинированная, тем более жирная кожа, то думаю, что он вам хорошо подойдет. Особенно он хорошо выглядит именно под макияжем. Поэтому под макияж мне очень нравится наносить. Но вот сам по себе, вот так отдельно, он очень сильно пересушивает кожу. Я, кстати, пробовала как-то наносить на руки, и он с течением времени начинает трескаться. То есть я думаю, что он действительно создает такую пленку. Поэтому на теле его не очень хорошо используют. Только на лице и только если у вас комбинированная жирная кожа. Ну и третий мой сонозащитный крем. Это вот этот крем от La Roche-Posay. Куда без них. На самом деле, если вы не знали, этот бренд, это лидеры просто в многочисленных SPF-исследованиях. Они действительно очень много разных придумывают формул. И у них есть отдельная команда, которая посвящена разработке SPF-кремов. Поэтому это те, кому однозначно можно доверять. Я взяла вот этот. Тут SPF-защита 60. То есть у меня есть 39, у меня есть 50+, у меня есть 60. Понарастающий. В этом SPF-креме именно химический фильтр. Здесь, кстати, нет самого опасного фильтра, который называется Oxi-Benzone. Я уже о нем говорила в предыдущем, опять же, видео. Но я его взяла с той идеей, что мне нужна была действительно очень сильная защита от ультрафиолетовых лучей типа А. И при этом, чтобы это средство хорошо вглядело под макияжем. Он, кстати, относится к линейке Clear Skin, потому что в составе он не содержит масел, он является не каминогеном и действительно совершенно не забивает поры, протестированную на себе. Единственный такой момент, у него действительно очень такой сильный запах, вот такой типичный запах SPF. Мне это не очень нравится, но в целом в течение дня, когда я наношу поверх макияж и еще какие-то другие средства, этот запах, ну так сказать, слегка ликвидируется. Поэтому ради того, что защита все-таки 60, действительно сильно, я готова потерпеть. И еще пару средств. Это солнцезащитный крем для рук. У меня есть отдельный солнцезащитный крем для рук, потому что когда ездишь за рулем и буквально в машине, всегда руки на руле, и туда чаще всего попадает солнце. А наша кожа на руках стареет очень быстро, поэтому я ношу отдельный крем. Этот бренд называется Supergoop. Это тоже очень известный бренд солнцезащитных средств здесь в Америке. И здесь только тоже химические фильтры. SPF защита здесь 40, но зато PA фактор 3 плюсика. То есть это очень хорошо, как раз таки будет защищать от фотостарения. Ну и конечно же вот такой бальзам для губ от Palmers, которым я тоже постоянно пользуюсь, здесь SPF защиты 15. Он имеет такой красноватый оттенок, такой розоватый, поэтому его очень удобно наносить, особенно тогда, когда нужно придать такой цвет губам и защите от солнца. Такие я обычно наношу именно в те дни, когда будет солнце очень ярко. Например, когда опять же играю в теннис или буду проводить на солнце на активном много времени, всегда наношу именно вот такой вот защитный бальзам для губ. Ну и напоследок такой небольшой лайфхак. У нас у всех есть гаджеты и на айфоне, и в Самсунге. Когда вы заходите в прогноз погоды, внизу всегда есть такой фактор, который называется UV индекс. Он как раз таки и показывает, насколько в данный момент активное солнце. Так вот, если вы видите цифру 7 и плюс, это означает, что солнце очень активное, и SPF защита должна быть максимальная. То есть вы должны ориентироваться, что вам в данный момент, если вы будете активно проводить время на солнце, нужно максимально защищать вашу кожу. Если же UV индекс 3 ниже, это означает, что солнца не так много, и в принципе нет необходимости дополнительно как-то обновлять SPF защиту. Я вообще за минимальный такой уход считаю, что нашей коже нужно минимум средств, не перегружать ее. Я надеюсь, что вам сегодняшнее видео понравилось. Если у вас еще остались вопросы, то обязательно пишите их внизу. Спасибо, что были со мной, но до встречи в новых видео. Пока-пока.